Всем привет! И сегодня у нас сравнительный тест-драйв двух конкурентов. Это Гелендваген 6х6 и Аксиал 6х6. Итак, кто что у нас имеет значит Гелендваген? Во-первых, сразу отметим портальные мосты, возможность блокировки и разблокировки мостов, плюс две передачи, свет в стоке. Вот, в принципе, это преимущество все, которые он имеет перед нашим унимогом. Унимог старые мосты AR44 без каких-либо порталов, одна скорость, то есть нет возможности также блокировать что-то, разблокировать, и вот такой вот дурацкий внешний вид. Аппаратура, спектрум и в стоке, ну, коллекторная система, здесь коллекторная система тоже везет в стоке. Сейчас он на БК, но, в принципе, без разницы. Предлагаю начать с Гелендвагена. Давайте посмотрим, на что он способен. Смотрите, съезжает и сразу задевает своим глушаком. У-ху! Вот это ты сейчас сольешься. Но нет. Блин, он прямо на краю, на краю. Вы смотрите, что творит этот гелик. Обалдеть, обалдеть. Он справляется. БК-система дает возможность нам ехать очень медленно. Ссылочка на БК-систему и на Гелендваген, и на TRX4, спорт, дефендер и прочее. Есть внизу. Купончик RCBAR скидочку 5% дает. Но мы сейчас посмотрим, сможет ли он делать унемога. Я верю в тебя, Гелендваген. Давай. Резина цепляется до самого конца. Что творит? Сток резина, полный сток. Сели на брюхо. Вот здесь зацепились. И все. И приехали, да, походу? Блин. Ну, давай попробуем все-таки. Уже, уже хочу сказать, что неплохой результат. Тихо, 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 Гелендваген. Но я думаю, дальше он не сможет. Это был его предел. Предел, да. Но неплохо, неплохо, гелик. Все, иди отдохни. Итак, унемог. Давай. Давай будем рвать наш Гелендваген. Смотрите, что творится здесь. Никаких глушаков нету, ничего. То есть, он просто берет и съезжает по прямой. Да? Уже плюс отмечаем. Прям едет вообще класс. Коллекторная система, но тоже помогает нам ехать медленно. Конечно, не так, как хотелось бы. Не так, как на гелике. Ну, ладно. Итак, дальше рассматриваем уже наши шины. Вот оно. Вес у Гелендвагена больше. Нужно взвесить. Но вы видите, что он не дотянул даже. Я тебе дам даже еще попыточку одну. Но просто проскальзывает по деревях. У нас сегодня сухой тест. И мы рассматриваем его здесь. Давайте. Дадим газку все-таки. Но резина мы уже поняли, что на Гелендвагене куда лучше. Плюс, может, тяжесть тоже помогает прижиматься, более надавливать на резину. Опять первым выступает у нас гелик. Подъем 10%. Карабкается. Нигде не проскальзывает. Надо пощупать резину. Но я думаю, по мягкости они одинаковые. Что-то даже как-то слишком легко сказал нам Гелендваген. И помчал дальше. Так. Раз. Задний ход. Два. Задний ход. Давай серва. Полный сток. Сервопривод. Полный сток. Три. Задний ход. И мы выехали практически на нужную прямую. Я думаю, нормально, да. Должно сработать. Да. Три задних хода. Потребовалось Гелендвагену. Переломный момент. Чуть-чуть. Оу-оу-оу. Аккуратно. И съезжаем и уезжаем. Все. Ну, здесь как бы уже без каких-либо проблем доезжаем до конца. Аксиал. Я приготовил, кстати, терки. Может, где-то пригодятся. Так, давайте. Все-таки смотрим. Не отвлекаемся. Аксиал будет проскальзывать где-то или нет. Пока без проблем. Также медленно карабкаемся. Давай-давай-давай-давай-давай. Проблема. Блин, стоп. Съехал. Переглядел немного. Поставим. Но вы видели. Возникла проблема с проскальзыванием колеса. И со сносом. Достаточно скользкая поверхность. Поворачиваем. Выворот тоже хорош. Выворот хорош. Один задний ход. Смотрите, что он творит. Второй задний ход. Он уделал гелика здесь. Два задних хода и все. Обалдеть, Аксиал. Ну ты творишь. Сейчас сравним выворот. Прям что-то как-то я удивлен. У тебя что, лучший выворот, что ли? Ну здесь уже все очень просто. Главное не ступить и мчать дальше. Итак, испытываем выворот. Поставил его вот так вот. Все. Максимальные расходы руля. Руль вправо. Опять же, полная блокировка у обоих будет. Полная блокировка мостов. И унемог приехал сюда. Ну вот так вот он стал. Ага. Гелендваген. Также поставил руль вправо. Блокировка мостов. Без какого-либо... Без хитростей, так сказать. Обалдеть. Обалдеть. Просто обалдеть. Это что такое было? Слышь, Гелик. Ты что позоришься-то? Так, теперь интересный заезд. Назовем его так. Давай. Гелендваген. Шваген, шваген. Придется так сделать. Ну посмотрим, как цепляется резина. И... И вообще легко. Он не заметил даже это препятствие. Как по прямой проехал. Аксиал. Давай. Уделаешь или нет? Давай. С мега-выворотом своим. Пытается, пытается. Сейчас, если на ту же траекторию выехать, вообще будет здорово. Ну вот, почти. Да, да, да. По тем же коряжкам. Отлично. Где-то соскакивает. Неужели ты чем-то цепляешься? Но замечу, что у Гелендвагена у нас порталы, поэтому где-то мог не цепануться за бревнышко. А вот у этого порталов нету. И где-то может как раз цепануться. Плюс резина. Резина явно хуже. Блин. Прямо вот вообще. Ну, видите. На ровном месте он часто испытывает проблемы, где Гелендваген просто заскочил на раз-два. А на этом вот так вот только. Только так. Еще один подъем, где, я думаю, у Гелика как раз обудит преимущество за счет резины. Но посмотрим. Посмотрим. Сейчас не будем вперед говорить, да? А, нет, смотрите-ка. Все-таки испытывает проблему. Ну, давайте чуть-чуть газку. Значит, одна проблема была. И здесь вторая проблема. Попробуем на медленном. Никак на медленном. Еще. Вот так вот, да? Третья проблема. Но третий выехал. Две проблемы возникло. У Гелендвагена и на починку. Немецкий автопром чинится. Аксиал, аксиал. Унемог, унемог. Ты заехать в горку смог? Первая проблема. Первая проблема, как у Гелендвагена. Преодолели. Едем дальше. Вторая проблема. Блин, ну что ж такое-то? Так, есть. Опять. Сколько можно? Опять. Опять. Аккуратно. Вы сами все видите. Вы сами все видите. Только вот так. Только на таком газу. Явное преимущество Гелендвагена на это препятствие. И тоже на починку поехал. Простой подъем. Значит, смотрите. Что у нас касается передних свесов у Гелендвагена. Запас. Прилично еще имеется. То есть, достаточно нормально. Да. Легко здесь. Сейчас интересно, заедет или нет. За счет своей резины. Не заедет. А, заехал. Обалдеть. Вот так Гелендваген. Ходы. Полный сток. Амортизатор и сток. Ничего не менено. Опять цепляем. Для лучшей проходимости убирайте глушаки. Реально. Очень прямо на некоторых препятствиях негативно сказываются на прохождении. Так. Подвеска. Смотрим. Да, оцениваем просто, как стоковая у нас подвеска работает. Как смотрится автомобиль. Оценили. Написали в комменты. И проехал. К следующему интересному препятствию проехал. Вот там сейчас начнется веселуха. Я уже говорил шутку про унимок. Там смог, не смог. Наверное, говорил. Так. Смотрим передние свесы. Ну-ка. О, тут еще больше. Смотрите. У него передний бампер, мне кажется, менее выступает. И повыше будет. В плане проходимости, да. В плане проходимости передом лучше, естественно. Так. Ну, в плане проходимости с помощью его резины, я думаю, будет не очень. Пытаемся. Давай, как Гелендваген. Давай, аккуратно. Цеплять цепочки не надо. Не надо. Ты, я знаю, хитрый чел уже унимок. Вот так. Вот. Молодец какой. Ой, блин, смотрите-ка. Нет, нет, нет. Да, нормально, нормально. Получилось. Так, смотрим опять ходы. Ходы. Оцениваем. Пишем в комментарии. Никаких глушаков нам не мешает. Вот так у нас зад работает. Это, кстати, также снесло зад в сторону. Кстати, уходит в арку поболее, чем у Гелендвагена. Да. И вот так. Мне кажется, побольше даже ходы в стоке, вот, получается, чем у Гелика. На стоковых амортизаторах. Хе-хе-хе-хей. Да, я вот так держу аппаратуру и вот так управляю. Вот, если кто не знает, то многие спрашивают, как так, как так, как ты это делаешь? Ты управляешь силой мыслей или нет? Значит, Гелендваген, давай. Гелендваген поехал. И сейчас он нам покажет, как здесь на самом деле нужно. Я просто показываю уклон вам. Вот такой уклон. И что творит Гелендваген. Обалдеть! Слушайте, уже неплохо даже. Вообще просто взял, заехал. Но он и то препятствия хорошо преодолевал. Но завис и садится брюхом полностью. То есть, вот, видите, да? И ни в какую. Дальше ни в какую. Давайте чуть рывка дадим. Сейчас, аккуратненько. И погнали! Разнесет все здесь. Блин! Он заехал. Вот так гелик! Вот так чудо! Обалдеть! Так, ну давайте сразу уж тут проедем сюда, в стороночку, чтобы не мешаться, как говорится. Вот так он смотрится снизу. Если там вообще что-то видно. Мне кажется, там ничего не видно. И сюда приехал пока. И сюда приехал пока. Аккуратно здесь тоже обрыв. Многоуважаемый унимок, покажите, что вы можете. Блин, ну резину дороговато на нем менять, честно говоря. Шесть колес, шесть колес. Смотрите, удачи. Так же, не торопясь, пытаемся. Аккум расположен сзади. Ой, спереди в смысле. Блин! Обалдеть! Обалдеть! Он смог! Вот таку не мог! Круче! Круче прям вот еще легче, чем гелик заехал. Невероятно! И супер выворотом. Смотрите, он поворачивает просто за один поворот. Блин, ну где-то есть плюсы у данного автомобиля. Невероятно! Неожиданно, я бы даже сказал. Супер сэнтраки. Терки самодельные. Ставим опять и проверяем, что здесь будет твориться. Нас интересует брюхо данных автомобилей. Сейчас, секундочку. И сейчас будет съезд. Съезд парламента. Ага, и, блин, все улетело. Но смотрим. Ну вот, смотрите, да? Как бы все честно, вот. Взял, проехал. На брюхо не засел. Заезжаем. Сэнтраки. Сэнтраки поставлены. Осталось просто заехать. Смотрим. Сейчас будет опять съезд. Опа! Вы видите, да? И... Может повезет ему и он проедет. Ему повезло, он проехал. Но в любом случае, вот эти тяги расположены под большим углом вниз. Да, и вот это возникла проблема. Итак, вот у нас, соответственно, днище аксиала. Как видите, тяги практически, ну, плюс-минус горизонталь на земле. Да? То есть, уклон есть, но он не такой большой. И это у нас аксиал. А здесь уклон тяг слишком большой. И вот в этом как раз возникает иногда проблема. И преимущество Гелендвагена. Ну что, вот такой сравнительный тест у нас получился двух монстров 6 на 6. Пишите в комменты ваши мысли, друзья мои. Ссылочка на Гелендваген есть внизу под видео. Так что осталось затестить их в грязи месси и посмотреть, чья резина роет лучше. Так, давайте взвесим сейчас, секунду. Так, аксиал. Вес с аккумом 3,17. У Гелендвагена стоит БК-система, но у него аккум в жестком корпусе, больше емкости. В стоке мы получаем почти 5 килограмм. Ну, в общем, если убрать там что БК, может чуть-чуть там регуль потяжелее. Но это все мелочи на самом деле. В любом случае, Гелик тяжелее, чем аксиал получается. И это чувствуется здесь. Что касается резины, по мягкости у Гелика мягче. Явно мягче. Здесь жестче, да, резина. Ну и протектор так себе. Это резина, хоть и я не могу супер хвалить вот эту вот резину. Это далека от идеала, но по сравнению с аксиаловским эта резина, да, рулит. Ну и плюс веса поболее. Так что, друзья мои, делайте, как говорится, правильный выбор трофеек. Смотрите сравнительные тесты. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok